Данное видео создано в развлекательных целях, всё показанное сегодня по вебройзу. Трэго! А мне семечек! А мне! Всем привет, ребятки! Котях на выходе, я на взводе, с волками, с пацанами. Разносим кормилицы. Сейчас мы вам покажем топовый контент, который вы заслужили. Он подъехал прям в ваши глаза и уши, поэтому, ребятки, ставьте лукас. И не забывайте двигать помоечку в топ, комментировать данный контент, потому что вы его заслужили. Всем приятного просмотра! В этот лютейший мороз помоечка нас кормит, обувает и одевает. Крюк сейчас будет в деле задействован. Оу, рюкзачела! Что это? Типа разгрузочный рюкзак, там типа Алиэкспресс, короче, а-ля военный шляпа. Ох, какая сытная! Сразу рюкзак! Опа, сюда! Опа! Чуть-чуть! Да, шляпа эта, не игровой он. Оу, это в карман конфетки. Это, кстати, одни из моих любимых. О, еще? Охренеть! О, клавиатура! Эл-про! Эл-про-профессионал! Нифига себе, беспроводная! Но к ней еще должен идти передатчик. Где передатчик? Что там? Фен? Фен? Ой, Дайсон? А, нет! Максвеллс! И провод высовывается у него. Прикольный! Ммм, сколько вкуснятины, ребят! Жесть! О, медь! Щеточка, лампа какая-то интересная. Длинная такая. Гаусс Элементарий. 30 ватт. О, какая сумка! Вайскай! С рынка она. Качество залпа. Ну, можно взять для находок. О, одноразочка! Ризон какой-то. О, жареный ролл! Капец, это мои любимые роллы. Филе курочки. Думаю, каждый из вас слышал про игру GTA Samp. И думаю, многие успели порубиться в нее на компе. Но уверен, что многие не знают, что в GTA Samp можно играть на телефоне, в любой точке мира и в любое удобное время. Отличий от ПК-версии 0. Такая же свобода действий. Вы можете стать в этой игре кем угодно. Начиная от бизнесмена, заканчивая организатором криминальной группировки. И я думаю, второй вариант вам более интересен. Поэтому играйте на сервере Mordor.rp по ссылочке в описании. Гарантирую вам много крутых эмоций. А если вы меня найдете на сервере, то я вас возьму в семью и прокачаю вам аккаунт. Мой ник на сервере AlexBelov. Встретимся в игре, ребятки. Поэтому залетайте в описании. Ребят, зацените. Целый набор протеинов. Охренеть! Турбомасс гейнер. 5 килограмм банка. Тут еще есть вот такая что-то. Хэй протеин. И вот это. Исобуст порт дринг. С окусом колы. Ой, до 19-го года срок годности. А вот этого. Дата изготовления 18-й год. Ну, тоже по-любому просрочено. А вот это до 19-го года. Капец, все просрочено. Но сколько же тут этих протеинов, ребят? Жесть. Можно так массу набрать. Я помню, ел просроченный протеин с помойки. Это очень опасно. Не, не советую. Это же как таблетки. Это лучше не употреблять. То же самое, что просроченные таблетки хавать. Ну, это все. Все, сейчас надышишься этими парами. Ой-ой-ой. Пацаны, кто любит мед? Тут мед. Пчелы любят мед. Ну, наверное, он нормальный. Кому надо мед, берите. Дим. Мед, да. Сейчас зимой часть медом пить. Пушечка. Ну, что, пацаны, есть что-нибудь? Коль, покажи, что там за RTX Gigaboot. GeForce RTX Gigaboot 2060. Неплохо. Паркур. Ох, какая клеенка хорошая. О, салфеточки сухие. Зевия Deluxe. Это для жопы. Это в туалет мне сходить. У меня, кстати, уже три дня подряд живот болит и перестает. Хотя, вроде, из помойки ничего, кроме конфет, не ел. Охренеть тут ваты, ребят. Медицинская, гидроскопическая, хирургическая, но уже не стерильная, потому что в помоечке повалялась распечатанная. Брать эту вату я не буду. А вот салфеточки возьму. Нифига себе, что выкинули остатки кровати. Ой, да, насколько я знаю, это шляпная кровать. Она очень сильно скрипит. И матрасик в комплекте. О, классные игрушки, ребятки. Такая кошечка. Но это мне не надо, а вот эта кошечка пригодится. Зубная щетка на батарейках. Прикольная. О, тени всякие. О, блокнот всякий. Всё. Брелок. Шляпный. О, одноразочка. Вот эти дядю-нядя. Ребятки, ставьте лайки обязательно. И подписывайтесь на мой канал, потому что только здесь этот limited edition контент. Деньги с помоечки делаются здесь. Игровое кресло, а не офисное, но облезлое, капец, как собака. Но вообще его перетянуть можно починить, но я его брать не буду, нахер оно надо. Опа. Одежда. Чудо. Джинсы. Левайс. Джинсички Левайс, ребятушечки. Это дорогой бренд, но на вид они бомжевидные. Ещё джинсы. Бугатти. Нихера себе. Это ж, ребят, дорогой бренд Бугатти. У меня была найдена куртка с помоечки Бугатти. Так они по 40 тысяч стоят, блин. По 50 в магазине эти Бугатти. Хота поживиться. Но пока нечем. Помоечку вывезли. Кто-то явлешку ел. Ананасис. Макарошки, лучок. Тёма. Тут даже осталось. Оставлю бомжам. Пусть насладятся. Тёминем. Нихера себе. Это Мартинсы, ребят. Доктор Мартинс. Это ж нихера себе бренд дорогой. The Original написано. Made in England. Да ладно. Интересно, оригинал это или нет. 43-й. Чувак, я Мартинсы нашёл. Относительно живые. Ну, тут вот кушать хотят, конечно. Походу, это всё-таки паль. Не думаю, что оригинальные Мартинсы бы так развалились. Хотя, ничто не вечно. Нет, стелька тут очень бомжевидная. Не, это паль. Палёные Мартинсы. Были пооригинальные, я бы взял. Но так-то в целом ботинки можно было бы идти починить. Но это паль. Нахер надо. Копилочка целенькая. Даже не разбили её. Денежки-то скопили и не разбили. Копилочку можно взять на продажу. Опа, вещички. Оу, май. Толстовочка. Ля. А, так она женская, широкая. На продажу взять можно. Пойдёт. Полотенце. Тоже норм. Это в гараж можно взять. А это чё? Футболочка. Тоже женская. Ну, неплохая такая на вид. Взять на продажу можно. О! О! Нихера себе. Это от этого, блин. Айфона какого-то. Слушай, это не на твой? На XR, да, какой-то? Как же срать хочется, блин. Да кто тут такой идёт? Димочка, привет. Ты как? Охрененно отдохнул. В Карелии был? В Карелии был. И чё, как? Нормально, там скучноватое место. А, ну зато красиво, правильно? Красиво. Чё по кроссам? Нормальные. Носки хоть почти зимние. Ну это, как обычно, обзор на Диму. Карманы порванные. Ну это, да, карманы лутателя чисто. Лаульные карманы. Давай, брат. Что это? Кокочек это. О, целенький. Они из него выпили всё. Давай. Ребят, кто не знал, что в кокосе вот что? Белая субстенция. Это кокосовая стружка. Чё по стружечке? Ну стружим, по стружим. Давай. Колбасочка. Объедеть бить. Это папирони. Опа. Лампочка какая-то интересная. Это что ли кварцевая лампа, наверное? Сюда эти лампочки кварцевые вставляются. Но я здесь отсюда вырву медный провод. Какой-то электроскутер. Как реальная электро. Тут вот какие-то провода. Вот выключатель. Включатель. Педаль газа. Мотор даже вылетел от него. Какого-то улетел. А, не. Вот мотор. Вот такой мотор у этого скутера. О. Ой. Попердел чуть-чуть. Люблю пердеть. Это классно. Это расслабляет и успокаивает. Чё это такое? О. Туфельки. Пьер Кардин. Нихера себе. Кожаные. Пьер Кардин дорогой бренд. Охренеть. О, даже коробка, ребят. Пьер Кардин. Париж, ребят. Ну, они так-то целые. Носить можно. Ну, вот порванные сбоку. Тупо кожа чувствуется. 44-й. Мой размер. Вот это я не знаю, что это. Что это? А, это, наверное, знаешь, для рисования, может. Ёлка мне не нужна. Уже Новый год-то прошёл. Ёлки-то сейчас, да, выкидывают капец много. Сок полбутылки. Спрайт тоже полбутылки. Охренеть, кто-то пьёт по полбутылки и выкидывает. Вот люди заелись. О, кусочек телефона. Кусочек телефона, раскладушки, Самсунг. О, и второй кусочек. Помойка дарит связь, но не рабочие. О, свалочка по кайфу. О, перчаточки. Амини. У меня вообще-то дырявые у тебя. А у меня разные, я мороженую. Ну, тогда ладно. Минута лайфхаков от штрябуха. Если коробка вот так запотевшая, то это означает, что в ней точно лежит кусочек тортичка из помоечки. Но тортики есть. Крайне никому не советую из помоечки, потому что можно протянуть педали. А тут, ребят, Новый год вовсю. Такие кроличьи ушки с подсветкой светятся. Прикольно. О, нифига себе, ребят, посмотрите, с биркой. За 2,800 кто-то покупал вот эту юбку. Она новая. За 2,800 ее покупали, ребят. Охренеть, ну забираем на продажу. Люди настолько заели, что выкидывают новые вещи. И, кстати, это еще 2,800 по скидке, а без скидки 5,600 рублей. О, зеркальце классное. И абсолютно целая, братва. У меня дома такое стоит. Хорошее зеркало из Икеи. Помойка дарит возможность себя увидеть. Ребят, ну и еще одно мусорное царство среди вот таких вот, вроде как, на вид элитных домов. Ну, блин, я не хотел находить эту сковородку. Это алюминий. Я хочу найти технику. Кофеварочка, но ушатанная в хлам. Ее нет смысла продавать. Проще вот провод на медь вырвать. Потому что ее никто не купит в таком состоянии. О, хрусталь. Нифига себе, вроде целая, а не треснутая. О, сыр-косичка. Дим, любишь сыр-косичку? Я тоже не люблю. Кто-то любил друг друга, но потом любовь оказалась на помойке. А вот этот массажер мне не надо. И там еще какая-то бутылочка. Что это? Эрос, масло с ароматом земляники. Масло массажное. Необычное сладкое масло для чувствительных прелюдий. Оу, май. Суши на каями, сушими роли. Ребят, роли. Кто-то ел роли. И смазочкой пользовался. Сушими на каями. Оу. Ребятки, контекс. Увлажнение с пантенолом. Это для лечения анальных трещин. Это мне не надо. Яички. Не надо. Уже два баллона смазочки. Ребят, вот это удача. Кто это? Дай гляну. О, нифига себе. Это формы. Это формы для выпечки. Вот эти две бушные. А там дальше уже новые идут, ребят, формы. Новые формы. Набор форм. Я, наверное, домой даже возьму. О, утюг спрятался. Сюда. Наметь его. Дим, да вырви его и всё. Вырви провод. Ты что, не можешь с ним разобраться? Ой, молодец. Вот это упражнение делай, спина не будет болеть. Какой-то пакет стоит большой. Вынос из хаты? А нет, какие-то помои. О, флешечка на 8 гигов. Вот тут что-то есть тяжёлое. О, ни хера себе, ребят. Это что такое? И вот тоже PGR болит. Это датчик. Я когда устанавливал пожарную сигнализацию, вот такие датчики ставил. Это датчик пожарная сигнализация. Вот это интересно, он новый. Так к этому датчику подключаются ещё пожарные вот эти датчики, которые пищат. Вот тут в комплекте есть даже программатор какой-то, или я не знаю, что это. USB кабель, вот, чтобы к компу подключить вот эту тему. Это вообще всё новое. Это за нормальные бабки продать можно будет. За 1000 рублей, я думаю, вообще спокойно. И вот ещё коробка. И тут тоже этот датчик. О, что-то тяжёлое. Принтер! Да ну нахер! Ребят, HP. LaserJet Pro M104A. Нифига себе! Ребят, это он запечатанный, что ли? Он новый! В комплекте новый абсолютно кабель. Ещё какая-то штучка. И принтер. Давайте его осмотрим. Братва, он реально новый. На вид вообще новый. LaserJet Pro M104A. Принтер, ребят, абсолютно новый. То есть его надо просто к компьютеру подключить, и походу будет работать. Я его домой заберу. Мне как раз принтер нужен был. А тут новый, в помоечке. Запечатанный. Кстати, посмотрите, какая межкомнатная дверь хорошая. Вот выкинули. Тут даже ручка хорошего качества. Почему её выкинули? Наверное, просто потому что она вот залита в каплях бетона какого-то. Её просто помыть надо, по сути. И продать. Хорошая целая дверь высокая. Ручка офигенная. Тут офигенный замок. Тупо стоит, ребят, дорогой. Всё работает. Вот, закрывается он, открывается. Его даже можно снять и продать отдельно. Капец, люди заелись такое выкидывать. Была бы у меня бы своя квартира или свой дом, я бы забрал эту дверь. Ну и если бы была бы машина, я бы её забрал на продажу. Ребят, пока я тут стоял и искал пакет для принтера, посмотрел наверх помоечки и чуть это не пропустил. Походу тут до хрена всего. Она вообще запечатанная коробка. Тут, ребят, походу вот эти датчики пожарные. Болит. Болит. РИП-24СП-51. Походу их тут до хера коробок. А нет, это вообще я не знаю, что это. Резервированный источник питания. РИП-24. Интересно, там внутри что-то есть, но оно запечатанное, ребят. Не буду распечатывать, так и буду продавать. РИП-24РС. Сеть АКБ-авария. Там, наверное, оплата внутри стоит на аккумулятор и вставить. И это как бы бесперебойник какой-то. Обалдеть. Помоечка тупо дарит запечатанную технику. Прям в коробку вот так запечатываю обратно и забираю. О! Ого! Что это? Охренеть! Это же щиток для света. Щиток для автоматов. Можно взять на продажу. Опа! Что это тут висят? Какие-то кукурузные палочки. А, кто-то вязал и хотел маску связать. Видел такую маску. О, нифига себе! Какая классная игрушечка, ребят! Я это своей дочурке возьму. Помойка будет ее радовать. А не, не будет. Тут колесо треснутое. Он, наверное, скоро это развалится. Хотя, может, еще пару лет продержится. Забираю. О, нифига себе! Вынос с хаты интересный. Кофта какая-то классная вроде. А вот это, смотри. На присоске какая-то игрушка прикольная. Вот кто-то что-то вязал. Кто-то любил вязать, но в итоге выкинул все. Смотрите, арина, нитки. Это можно вообще на продажу взять. Что за просто желтая футболка. Вообще как новая. Штяни белые. Блин, ненавижу белый цвет. Яички. Целенькие. Да ну нахер. Нихера ты тут, блин. Планшет Ирбис Коля нашел. Модель ТЗ-170. Так он вообще целый. Он даже походу в защитной пленке. Может даже рабочий. Это такое, типа мультики смотреть ребенку. Работает? Это отпариватель. Нормально. Панамка. Нифига себе, астуси. Ну это да, видно, что паль, да и похер. Пульты от RGB лент. А где RGB ленты? О, дезик. Невея. Вообще целый, ребят. Обалдеть. Это для подмышек. Да ну нахер. Айрподс. Один. Обалдеть, ребят. Айрподс. Только он один. А где второй? И что мне с одним айрподсом делать? Айрподс-то да, вроде можно продать. Может тот, кто потерял, купит его? Ребят, это вроде оригинальный айрподс. Похоже на оригинал. Только он в серии. А, альпингольд, чехол. Я думал шоколадка. Что за кроссовки? О, нихера себе. Ну это с рынка. Подделка. Ну они вообще как новые, целенькие. Нифига себе, ребят. Люди выкидывают. Посмотрите, какие они, блин, прикольные. И целые полностью. Ребятки, вам тоже зима надоело. Как и мне, представляете. И поэтому я перебрался на некоторое время в Сочи. Я уже здесь. Здесь очень классно. Помоечки радуют. Мониторы. Это родом с 2005 года. И посмотрите, вот оно море. Вот. Синева голубизна. Море здесь. Температура сейчас 10 градусов. Мне даже не холодно. И я балдею. Сейчас вы увидите кормилицы из Сочи. Там и будет их немножечко. Находки. Узерцайте разницу между Питером и Сочи. А потом в следующей серии я уже выполню полноценный видос. Где я вам покажу, насколько сильно меня кормят сочинские кормилицы. А они меня, короче, между нами, кормят уже знатно и сытно. Да. Музыка. Музыка. Ребят, я хочу, чтобы вы это увидели. Сегодня 18 января 2022 года. Зима в самом разгаре. Но вы посмотрите, что вокруг меня происходит. Светит солнышко. И все зеленое. Такое чувство, что за окном лето. Но вовсе нет. Это просто Сочи. И здесь я планирую остаться жить. Навсегда. Мне здесь очень нравится. Я просто здесь кайфую. А вот там вдали можете увидеть большую гору. Не знаю, что за гора, но она красивая. А вот местные, как называют, фавеллы. Типа, ну, двухэтажные, трехэтажные гаражи, в которых люди живут. Охренеть. Вот это дом или гараж? Я не понимаю. Смотрите, что я тут заметил. Автобус заброшенный. Лодка заброшенная. И там сколько машин заброшенных. Что это за место такое? Обалдеть. Горы, река, частные дома, солнышко. Как круто, ребят. Спасибо помоечкам местным за находки. Я их благословляю. Я очень рад этому всему, что происходит. Это прекрасно, ребят. Ау! Ау! Нифига себе, тут помойка, блин. Заехал в нее прям целиком и полностью. Тут, глядите, какие-то кроссовки. Кстати, нифига себе, это же бренд Checkers. 43 размер. Пятка разорвана, правда. Вот это печально. Ну, а так они, в принципе, на вид нормальные. В принципе, на продажу забрать их можно. Даже немножко стильные, модные. Так, отложу пока. Тут гофру выкинули после ремонта. Наколенники, что ли? Это же... О, нифига себе! Ребят, это переноска для кошки или собаки. Тут есть поводок. Flexi. Хорошая фирма. Поводок обалденный. Выезжает он вот так вот, складывается. А это для собаки, кстати, одежда. Вот, курточка для собаки. Еще какая-то, типа, курточки тоже. Вольтерс. Кэт и док. Можно и на собаку, и на кошку одевать. Вот это я заберу на продажу. Вообще, все, наверное, заберу. О, а вот и ошейник. Нифига себе, ребят, вот и комплект. У кого-то, может, собака померла, или я не знаю, почему столько всего выкинули. Ха, в Сочи 2014 год. Олимпиада тут, походу, была. Вот еще какая-то. А, нифига себе, это вот такая переноска. Вот сюда лапы вставляются. И как-то одевается, наверное, как рюкзак. Жесть. Что только не придумают. И вот это тоже, походу, собачья тема здесь. В чехле в этом. Да ладно, обувь для собаки, ребят. Обувь для собаки. Комплект. Четыре штучки и четыре пары носков собачьих. Капец. Ну, вот это, конечно, я в шоке, ребят, реально. Такое я первый раз в жизни нахожу. Собачью одежду. Еще только не найдешь, блин. Помоечки. А это чего? О, тоже собачья расческа и когтеобрезка. Когти обрезать. Так, ну расческу брать не буду, она какая-то кривая. А вот когтеобрезку, вот эту ножницы, заберу. Вот еще какой-то костюм собачий. Ну, он ушатанный. О, поводки. Поводки можно взять. Ну, переноску эту брать не буду, она такая, тоже, ушатанная. Так, а что по наколенникам? Это что, собачьи наколенники, я не понимаю? Или нет? Или они детские? Это на меня или чего? Или нет? Это детские, наверное, реактивон. Детские наколенники. Ну, в принципе, может, тоже их заберу. Так, а здесь чего? Что в этой коробке? Что-то в ней как будто есть. Макулатура, понятно. Какашки там имеются. О, фонарики. Ну, че? О! Настоящие? Не пойму, настоящие или нет. Две тысячи рублей, ребят! Охренеть! Так, а ну, давайте рассматривать. Две тысячи дублей. А, дубли, падла. Доллары тоже не являются платежными. Да, блин. Вот это, конечно, обидно. О, коврик для мышки. Ну да, коврик для мышки. Виза. Блин, ну вот это я обломался. Жесть, ребят. Я подумал, что они настоящие. Так, ну нахер их тогда. Только настроение мне испортили эти деньги. Те фальшивки. Я хочу найти настоящие деньги. Настоящие. Самое, что ни на есть, настоящие. Потому что я уже в помойке деньги находил. Меня ими, в принципе, не удивишь. Только если я найду сумму какую-то побольше, чем я находил. Плесневелый кирпич. Хлеб. О, нифига себе! Так это дрель. Провод отрезанный у нее. Она даже, не пойму, вроде не крутится нормально. Она убитая в хлам. Ржавый патрон вот этот. Она крутится только в одну сторону. В другую крутиться не хочет. По-любому она не рабочая. Ну блин, я бы ее взял бы в гараж. Ну, я в Сочи. У меня тут нет никакого гаража. Пока что. Я только переехал. Так что я начинаю жизнь, грубо говоря, с чистого листа. На помоечке. Ну блин, в каждом пакете что-то есть. Вот это что такое? Что-то это переключало. О, передняя часть. Аэрмек какой-то. Ммм, это для кондиционера. Реле какое-то управление кондиционером, видимо. Вот так эта штука выглядит в сборе. Думаю, ее никто у меня не купит на барахолке. Брать нет смысла. А, кстати, ее еще и раскручивали. Тут болтов внутри нет. Ну, оставлю вот здесь. Может, кому надо, заберут. Охренеть, вы посмотрите. Тут скоро все нахрен обрушится. Одна помоечка, вон уже ее унесло. Вон она, внизу. Это скоро все размоет. И я не знаю, что с домами будет. Оно не гавкай. Но это жесть. Там еще люк какой-то. Бедная помоечка. Скоро ее тоже унесет туда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok